проезжал одну деревушку смотрю вот такие вот видите косули почти возле самой деревни стоят где они там она вот увидели меня сразу услышали вернее ломанулись ура первый сегодняшний мунитос империя тысяча восемьсот девяносто девятый николай 2 специально не снимал первым делом приветствия думал найду какую-нибудь находочку монеточку и вот с этого говорится и начнем мой сегодняшний ком вот поэтому вот первая находочка счет открыт 1 0 мою пользу привет друзья как видите я копаю сегодня выехал походить по полям но смотрю что-то там с утра еще такой конкретный монолит не пробиваем и лопаты даже вот здесь на уголе не копая надо с усилием нажимать на лопату чтобы прокопать первый слой который промерз за ночь ночью было минус 5 сегодня днем обещали плюс плюс 3 а я вот сегодня копая наметил все пару мест вот на сегодня не знаю где получится тормознуться сами прекрасно знаете что как-то какие-то делать прогнозы в нашем деле это такое неблагородное дело давайте покажу где копаю сзади лает неугомонная собака этом поставил машину почти по самый дом и поэтому она все от не может успокоиться охраняет свою территорию но я вот решил первым делом проверить вот эту луговину вот там какой-то видите вот холм не кинтересно хочу на него сходить посмотреть и вот там дальше низинка вот и вот с той стороны ведь такое интересное старинное дерево древние мужа лет сто как минимум второе не знаю может на ту сторону тоже переберусь если там вот это не знаю не покажет камера ли нет если возле него это все луговина то еще можно будет походить но если это поле то все пока не тает там делать ничего и вот луговина 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 бескрайние просторы посмотрим чего откопают солнце светит прямо глаз но это хорошо значит земля прогревается только что откопал какой-то кругляш согнутый плоский очень тоненький посмотрим что за он вот монетка не монетка нет знаете это скорее всего вкладыш от пуговицы да вот тут и на пушка было до облома я уже подумал какой-то средневековый белон по толщине практически такой вот ветер немножко стих на все равно пока не включаю сигнал металл искателя чтоб так вам показать потому что собака тут с ума сходит немножко она так уже устала лаять но все равно не хочу лишний раз раздражать так что буду показывать вам только находочки вот вторая находка здесь вот такая вот у меня замечательная находочка вы выскочил она была практически на поверхности набор детских солдатиков и как он назывался раньше общем тяжеленький вот такая вот ракетница гусеницах а монет пока что нету ну тоже приятно такие находить старые игрушки разные вещи советских времен вот они бывают некоторые очень неплохо стоят давно не было никаких сигналов интересных я даже так как-то стой луговины сместился на другую вот здесь вот похоже что-то на монетку выскочила да это грошек не одна грош скорее всего речь посполитая или понятовского и кого-то из этих августов жегемонтов последних ну по размерам похоже и тут вот давайте покажу вот хожу по такому месту ну и очень много ямок я смотрю чих-то и машина моя вот стоит и и много железа чувствуется что мусора в почве полно так что вот тут похожа еще немножко среди чужих ямок мочить найду пока что вот такая вот ушатаная утертая вообще никакая монетка даже после чистки тут все ничего не будет но в копилку папа еще один монитос вот видите и представляете его выкопал вот тут тут еще копается а тут уже вот лед то надо долбать я так вот вверх срезал откинул и принципе так вот неглубоко лежала империя медь николаевская 5 наверно одна копеечка 1887 год ну вот пожалуйста уже еще одна копейка еще одна копейка николая второго ну так вот ведь тоже такая вся уже подуставшая ладно я уже иду к машине потому что тут я смотрю очень плотно этот холмик весь выходили практически нет таких вот сигналов интересных но мусор только надо будет куда-то мне переезжать другое место запарился короче у меня попадал застрял в своей машине в поле давайте покажу прошел а потом смотрю тут вот ближе к краю вот здесь стал чуть-чуть их немножко провалится я думал наоборот горочку подымусь и тут будет земля послушала тут наоборот оказалось мягче и вот я уже в лес по самые не хочу ики подлаживал мешок раньше это дело помогало ну земля очень здесь мягкая влажная и в общем мешок проскальзывает так здесь у меня тоже я уже перестал тут немножко земля послушай все равно уже стала этот как его немножко это углубляться колесо я думаю ну его нафиг так что дальше с той стороны давайте вам покажу ну здесь еще не критично ну главное уже больше буксовать туда-сюда не пытаться вылезти надо будет дом красить машину подымать и что-то подлаживать вот я там вдали заметил кучу камней и куст стоит попробую его вырубить вон и оттуда буду таскать чтоб что-то подложить я уже сюда принес вот эту панель было бы еще одна такая была вообще классная под назвать чтобы под одно колесо повтору по 2 у меня вы было бы как это такая колья по которой я бы ну нормально вот так казану бы и ну не тут главное тоже тут не надо вывернуть тут не туда ехать а сразу вот сюда и задом задом отсюда дер не знаю как это получится ветер начался короче пока задачу языка потащу на доска и сюда камней может быть еще такие вот палочки на найду там какая-то куча видно мусор собирались болей вот если такой же плоско найду будет вообще здорово и надо будет дом красить машину и буду пробовать как-то выбираться посмотрим посмотрим что у меня получится не знаю как я в это влез блин вроде бы так был и предусмотрительный пешком так предварительно шел понимаете скорее всего что стало теплеть с утра был морозик а сейчас земля вот более теплая стала и вот она такая внутри твердая сверху твердая а они же уже знаете если вот проломится там уже чем такая копаем и вот я видно в такую вот трясинку и влез и так что у меня происходит я пришлось выкопать яму и углубить туда камень и домкрат я установил под раму потому что вначале забылся начал здесь а здесь нельзя здесь может повести мне ребро прогнуть проломать поэтому только только рама ну и вот подымаю пока дом крачу чем как подыму покажу что у меня получилось ну так как мог подложил подложил вот этой бугристой стороной вверх чтобы лучше цеплялась сейчас открутим домкратик давайте откручу а потом покажу а то я там сильно зажал домкрат плохо шел ну тут вроде бы кольцо как раз ляжет так сейчас эту грязь откину чтоб тоже она не забивала но все колесо встала на эту панель на бордюрку эту блин класса бы мне конечно еще такую найти ну там остались одни камни смотрите видите еще чуть-чуть вы и на пузо боя села поэтому в таких ситуациях есть уже ничего не помогает лучше лишний раз машину не дергай чтобы она глубже не погружала сейчас достану этот камень он мне нужен такой нормально плоский чтобы ту сторону под домкратить а в эту сторону в эту яму я какой-нибудь булыжник такой тоже хороший принесу положу чтобы завалить его потому что землей закидывать можно потом эту ямку тоже съесть передними колесами вот тут мне не нравится немножко что этот край чуть-чуть так торчит может чуть сейчас подкопаю хотя может и нормально себя так вот вот это тоже разбросаю но эта сторона у меня не так сильно пошла хотя тоже не очень приятно что надо год погрузилась по домкратил второе колесо смотрите веся там аж вода выступила под камнем как из-под пресса внизу оказывается вообще там жесть а так вот видите получается вся земля вот она сверху вот сантиметров 5 вот такая вот твердая корка заледенела вот а вот ниже что там уже идет он мокрота видите выступила вода но вот так вот колесо у меня поднято я решил под домкратить начали пускай она подсохнет пока я за камнями схожу ну и надо будет сюда подлаживать не знаю что лучше или камни или ветки вот так вот только не так ветки надо ложить поперек то есть не вдоль а поперек потому что если вдоль будет по ним проскальзывать а надо чтоб такая как решетка получалось принципе чтобы был зацеп колеса но это я так думаю как будет на самом деле туда надо будет тоже под передним подложить что-то ну блин как поднялась так высоко так вот радостно чтобы она вот так все время стояла было бы здорово стороны вроде бы так нормальненько все выглядит потом я так думаю мне надо будет пройти и себе какими-то метками поместить проложить я буду задним ходом давать куда мне это куда мне деру давать мне надо будет как я и сорвану ехать ехать и выезжать аж до со самой этой кучи все за нам без остановочки потому что можно опять там внизу где мы зарулись и плохо вот все теплее становится и все тает мне надо это быстро дело так что я пошел за камнями всего пожелайте мне удачи мысленно ну что друзья мои короче у меня одна попытка но я хочу с одной попытки потому что если с одной не выберу тогда тут точно блин застрял блин неизвестно носоком надо будет и передние домкратить и общем все заново теперь поднимать машину давайте покажу что у меня сейчас получилось на данном моменте ну и пожелайте мне удачи чтоб я выбрался ну вот что у меня здесь здесь у меня значит вот эта панелька лежит там я закидал камнями такой взял один такой такой шероховатый чтобы лучше сцепка была впереди я ничего не сделал только чуть-чуть подкопал и засунул мешок чтобы тоже была сцепка более-менее ну тут вот этих веток нарубил по засовывал то тоже чтобы колеса цеплялись за что-то и здесь мне пришлось камней натаскать я вначале камни положила потом сверху ветки ну так я посчитал что так будет лучше потому что камни не дают веткам провалиться вот там уже тут к 2 камня стал не не закапал что домкратил там колесо тоже вроде бы так более-менее их надо главное выровнять и вот я не знаю как тут не сильно не сильно газовать блин хочется конечно с первого раза вырваться отсюда и все ее как бы так раздергивать тоже не хотелось бы чем давайте сейчас установлю камеру чтобы посмотрели как я тут выбираюсь тоже и будем надеяться с первого раза и вот там вот видите банка такая пластиковая лежит мне нужно вот на по этой колее именно вывернуть и задом задом ехать именно так не останавливаться потому что если я хуй домкрат убрать а то блин ну ладно домкрат пусть там стоит потому что и влево вправо то вообще болото вот это моя колея я по ней ехал ну вроде бы будет вам что-то видно ведь у меня штатива нету поэтому что-то покажет блин главное чтобы с первого раза потому что неохота мне здесь целый день-то упасть что-то 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 Продолжение следует... 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 Потому что вот здесь даже, я когда колупался возле машины, проехало две легковых. Один проехал на таком квадроцикле. Нормально бы парень, мог бы подъехать и спросить, в чем проблема. Он в мою сторону все более смотрел. Подъехал бы и сказал бы, помощь нужна, не нужна. В принципе, я когда такое вижу, я всегда, если есть возможность, подойду и спрошу, помощь не нужна, может дергнуть, толкануть. А этот вот один чепушило проехал, второй там не знаю, может куда-то торопился. И я так понял, что понятно, в этой жизни, если так один влип куда-то, нужно выбираться самому. Поэтому вот это один из колоритов копа. Вот, и как я уже повторял, ну еще раз повторю, что вот, будьте осторожны, такой ранней весной. Вот эта вся моя лень, вот меня вот так вот привела к этому эксцессу. Поленился я пойти пешком, и в результате пришлось два часа потерять копа. Хотя здесь вон 400 метров, холмик прошелся бы с металлоскателем туда-обратно, вернулся бы, поехал дальше. А так, блин, два часа весь змог, весь потел, камни, так сказать, караул. Ну вот такой у меня коп сегодня получился. В общем, этот видос будет не про коп, а про то, как я тут выбрался с одной попытки, ура. Вот, в прошлый раз, когда так тоже сильно я застрял, тоже, по-моему, с первой попытки я вот так сразу выскочил с этого капкана своего болотного. И сразу оттуда дернул. Ну и чувство такое в душе, класс, выбралось. Броневичок не подкачал. Хотя подкачал, был бы нормальный броневичок, я бы не застрял там. Ну тут резина плохая у меня, надо нормальную резину вставить. Ну и вот такой вот, как сейчас, почвой, никакая резина не поможет. Вот, ну вот, такой вот у меня сегодня коп получился неудачный. Так что это видео именно будет про то, как я выбирался из этого грязевого капкана, так называемого. На этом я прощаюсь с вами, всем удачи и пока, не болейте, берегите себя. Что для меня свобода, что для меня погода, что для меня работа, праздники и друзья. Где ты, моя удача, в чем ты, моя задача. Как сделать все иначе, чем успокоюсь я.